У нас началось это с 2018 года. Мы начали задыхаться от асфальтного завода ООО «Пик», который располагается прямо напротив наших домов. Жизнь просто превратилась в ад. У нас начали гибнуть, сразу засыхать деревья. У нас началась аллергия, кожаные реакции. Просто кожа воспаляется, вся изудит, невозможно. Это просто жить здесь стало невозможно. Постоянно по утрам стоит смог, голубой, сизый. Особенно, когда дует в нашу сторону. Или когда не дует вообще, тоже у нас стоит смог. Удивительное дело. На обращение жителей частного сектора, расположенного вдоль канала Алексеевского, не реагирует ни одно ведомство. Балаковцы страдают от соседства асфальтового завода ООО «Пик». Пишут обращение куда только можно, а в ответ – тишина. В начале мая 2019 года мы обратились в Саратовскую межрайону природоохранную прокуратуру города Саратова. Это было в начале мая. Ответа до сих пор нет. Потом в Балаковскую прокуратуру обратились. Также в начале мая ответа нет. В Министерство экологии Саратовской области обратились. Ответа до сих пор нет. Обратились в Росприроднадзор Саратовской области. До сих пор ответа нет. 30 апреля 2019 года я была у Соловьева на приеме Александра Александровича с обращением от всех жителей. Но что он мне ответил? Он мне сказал, не нравится, не живите там. Уйдете вы, придут другие. Завод как работал, так, говорит, и будет работать. Все. Ну, я вышла, соответственно, что еще. Я также ему туда писала, в приемную граждан, относила, думала, письменный ответ. Хотели ли от него получить? Тоже не получили мы от него ответа. В июле жители вновь отправили обращение во все инстанции. До сих пор ждут ответа. Неужели завод такой заколдованный, что его никто, кроме людей, не видит? Работать он начал год назад. И первое время никто не понимал, откуда всепроникающий запах и дым. Труба из города не видна, поэтому жители частного сектора грешили на предприятие, которое находится в промзоне. И уже в этом году заметили невысокую трубу, из которой периодически валит дым. В жаркие и безветренные дни он стоит, застилая округу. Иногда видимость во дворах частных домов составляет около метра. До такой степени здесь тяжело жить. Дети стали задыхаться. Также мы стали вывозить просто детей по утрам. Потому что, когда идет в нашу сторону дым, мы вынуждены их поднимать утром ранним. Вот что тем, вот в осень, быстрее, говорю, это школа сейчас хотя бы началась, чтобы быстрее его спихнуть. Ну, потому что жизнь стала невозможной. Как детям дышать, нам как этим дышать, мы просто уже не представляем, и кому обратиться, мы уже просто не знаем. От едкого дыма асфальтового завода страдают жители Подсосинского шоссе, а также поселка Многодетных за гипермаркетом «Магнит». Нестерпимая вонь доходит и до 21 микрорайона. Купили квартиру в этом строящемся новом микрорайоне. Сегодня в 9 утра невозможно было дышать. Я думала, что у нас кладут асфальт во дворе. Новый дом и кладут асфальт во дворе. И вечерами тоже вот сизая дымка над полем, вот это поле наше. И часто и густо до нас доходит. А как они тогда здесь живут? Жители собирали подписи, но им говорят, до завода 600 метров, а значит положенное расстояние выдерживается. Но проблема в том, что между предприятием и жилыми домами водоем. И ничего не сдерживает дым, подгоняемый ветром. Может в июне-июле, когда весь город задыхался и балаковцы строили догадки, чем настрают, это и был запах с этого завода. Я даже не начал еще здесь жить, а уже начал страдать. Не знаю, как будет дальше, конечно, когда я перееду сюда на постоянное место жительства. Если эта проблема будет продолжаться, то это невыносимо станет такая жизнь. Лучше переезжать тогда обратно в город, из которого я пытаюсь съехать от шума, от пыли, от суеты. Но здесь, видимо, этого не получится. Сейчас пора благоустройства в городе. И ООО «Пик» активно варит асфальт. Аромат этого блюда разносится по всей округе и не дает спокойно жить сотням балаковцев. Местные жители, которые собрали десятки подписей, говорят, что когда они начинали здесь строительство, никаким заводом и не пахло. И кто разрешил строительство такого зловонного производства рядом с частным сектором, неизвестно. Ведь остальные подобные предприятия находятся за городом. С чего же такая привилегия для ООО «Пик»?